Я смогу вас попросить подержаться. Подберите на 5 минут. Ну что ж, здравствуйте еще раз. Мне ужасно приятно, что такое количество людей заинтересовалось именно моей болтовней сегодняшней. И, вероятно, заинтриговало название. И я надеюсь, что это будет иметь для вас и не только теоретически какой-то смысл, но и пользу. Буду периодически присаживаться, а то в ногах проблемы. Ну что ж, я еще раз представлюсь. Меня зовут Андрей Лан, я актер. И все, что я буду рассказывать сегодня, может быть, что-то показывать даже частично, это исключительно следствия и результаты практики. На протяжении, как уже Володя справедливо сказал, 7 лет я проработал в проекте «Вадим Демчок Арлекениадов» в проекте «Школа игры». И так получилось, что актерская специальность очень тесно связалась с работой тренера. И удачно сложилась таким образом, что сначала ты на сцене проживаешь какой-то опыт, а потом ты его осмысляешь, переводишь на язык технологий и идешь куда-то передавать. И вот эта вот необходимость постоянно объяснять человеческим языком то, что ты делаешь в процессе театрального действия, вот это оказалось большим чудом, большой удачей. И благодаря этому мне сейчас есть вообще о чем с вами поговорить. И к практике, которыми я занимался все это время, и сейчас я много консультирую, работаю как индивидуальный коуч, и тренингов провожу много всяких. То есть это школа шестилетняя. Есть люди, кто был на школе игры хотя бы раз в жизни? Кто на школе игры хотя бы раз в жизни был? А, сейчас нету практически. Ну, бог с ним. Это проект, который... Есть, есть, есть. Один человек, это отлично. По крайней мере, один, да? Это проект, который живет и здравствует до сих пор. Я уже не являюсь его участником, но я в любом случае по-прежнему считаю, что это выдающееся изобретение, выдающийся проект, который представляет колоссальную ценность. И те идеи, которые благодаря Вадиму стали превращаться в технологии и передаваться вот широким массам, они представляют, на мой взгляд, колоссальный клад. И я в любом случае вам рекомендую всячески поинтересоваться, почитать об этом, может быть, сходить, поучаствовать и пропустить это через себя. Сегодня я не буду так много прям погружаться в то, чем занимается именно школа игры. Но так или иначе, то, чем занимаюсь я, это, как выяснилось, я недавно тут выяснил, что оказывается, все это и есть техники, в прямой относящиеся к трансперсональной психологии. Меня корять просветил просто. Я-то думал, мы там как бы, ну, артисты, что там тоже. Ничего серьезного. А оказалось, что это вполне себе трансперсональные техники. В каком смысле? В том смысле, что когда ты при помощи определенных техник, определенных операций, определенных инструментов выходишь за пределы своего представления о себе, то, собственно, это и есть ровно прямое то, что обозначает понятие трансперсональное. То есть, то выход за пределы персоны, как чего-то ограниченного, маленького, конкретного и так далее. И то, каким образом, почему я, собственно, сегодня здесь, и я, в общем, буду говорить о том, что я понимаю наиболее хорошо, и то, чем моя, собственно, психофизика пропитана, это, конечно же, сценический опыт. И за сегодняшний день, за сегодняшнее вот это отведенное время, я постараюсь вам раскрыть свое видение того, почему действительно сценическое присутствие и сценический опыт является трансформационным, действительно, в чем заключается его эволюционная функция и эволюционная возможность, и каким образом можно перепрограммировать себя, периодически создавая, давая себе возможности, периодически устраивая себе опыт с начала выхода на сцену, я всем вам рекомендую хотя бы раз в жизни это попробовать, если вдруг вы не пробовали, и почему это важно, собственно, вот мы сейчас об этом поговорим. Первое, о чем я вас хочу спросить, ну, есть ли здесь люди, которые хотя бы раз в жизни публично выступали? Супер, прекрасно, отлично. Вы можете вспомнить, как это было в первый раз? Все могут вспомнить? Можно ли сказать, что это достаточно яркие воспоминания, которые с вами до сих пор? Да. Можно ли сказать, что эти воспоминания отличаются от того, что с вами происходило до этого? Да. Отлично. И вот это, собственно говоря, первое, вот база, с чего я хочу начать. Я имею наглость предположить, что сценический опыт – это опыт измененного состояния сознания. Да. Потому что, если мы посмотрим в определение того, что такое измененное состояние сознания, мы там прочитаем, что это изменение субъективных переживаний, да, на субъективном уровне. Качественное изменение субъективных переживаний, правда же? И вот, собственно говоря, когда мы, особенно человек неопытный, первый раз, например, это очень легко вспомнить. Первое наше публичное выступление, вы понимаете, когда происходили? Они в школе происходили, да? Да, когда я из-за парты встал и пошел, и вот здесь начинаются интересные вещи. Что если мы, вот мы сейчас будем потихонечку с вами настраивать внимание на очень мелкие детали, которые на самом деле имеют колоссальное значение. Вот я сижу за партой. Вот еще у меня, я реальность воспринимаю каким-то одним образом. Ну, к обычной класс, привычный, ну, в общем, все знакомые люди, нормально, все в порядке. Мне говорят там, типа, Петров, к доске. И за то время, пока я перемещаюсь оттуда-сюда, разворачиваюсь и вижу вот эти глаза, которые на меня смотрят, в моем состоянии меняется примерно все, правда? Да. И вот для того, чтобы не быть голословным, для того, чтобы это не было теорией сейчас, вот есть ли тут кто-нибудь один, кто готов, что называется, под окном кроликом побыть, вот просто. Пойдем. Я сейчас тебя попрошу сделать очень простую вещь. Вот остановись там, секунду сейчас, вот прямо остановись. Вот смотри, вот я тебя сейчас попрошу максимально вниманием уйти в себя. И прям все, что сейчас будет происходить, максимально фиксировать, что меняется в тебе, окей? Идем сюда. И вот сейчас я тебя попрошу просто развернуться, заметить вот происходящее, вот большое количество людей на тебя смотрят. И что происходит в этот момент с тобой? Вот ты можешь это прямо в глаза прикрыть. И попробуй заметить, не сразу, а прямо дай себе время, прочувствовать, что меняется в твоем состоянии, когда большое количество людей просто дают тебе свое внимание, просто на тебя смотрят. Что твое тело чувствует, например? Безусловно, это учащение сердцебиения. Это повышение температуры рук, выделение влаги. Это не какие-то мышцы начинают сам ощущаться, это мышцы спины и шеи. Как прекрасно иметь дело с людьми, которые на связи с телом. Вы не представляете, это так нечасто бывает. Это прекрасно. А что, вот теперь давай от тела перейдем к мозгам, что эмоционально чувствуешь? Оператор напряжения, напряжения, страх, трепет, эйфория. Как обратная часть. Мысли, может быть, какие-то там еще? Мысли нет. Мысли, отлично. И, собственно говоря, вот оно, вот сейчас мы просто простой эксперимент привели, да? Просто переместили человек отсюда сюда. Насколько сильно поменялось твое состояние между там и здесь? Безусловно. Очень сильно. Кардинально. Кардинально. Кардинально, отлично. И оно продолжает меня. И оно продолжает меня. А что с вниманием с твоим происходит еще? В моем случае сфокусировал. Ага. И это не сложно. Это не сложно. То есть, как бы с этим, сразу понимаешь, что с этим надо работать. Ну, извините. Тяжело себя собрать. Отлично. Вот сейчас ровно происходит вот тот момент, мы немножко о круглом столе об этом говорили, что просто большое количество внимания, энергии, которое начинает к человеку поступать, начинает так немножко вот это вот распираться. Да, да. Тогда вот немножко рвать, как уничка в кулачки, так начинает потихонечку, да, чувствуешь это? Супер. Спасибо огромное. Присаживайся. Вот, собственно, я, почему я, мои учителя меня так научили, я не теоретик, я очень практический человек. Я люблю, чтобы вот все прям вот, мы могли прям эксперимент провести и увидеть изменения, да. И так мы имеем как факт, что человек, который выходит на сцену, пребывает в измененном состоянии сознания. Я думаю, что здесь люди, которые так или иначе практиковали в каких-то вариантах, да, на холотропное дыхание наверняка были люди, которые, я думаю, большая часть, отлично. И вы можете наверняка вспомнить, что когда вы находитесь в измененном состоянии сознания, те идеи, которые к вам приходят, те озарения, те выводы, которые вы в процессе делаете, они потом для вас имеют колоссальное значение, правда же? Да. И вы вряд ли это забудете, вы скорее всего будете снова и снова возвращаться к этим переживаниям, которые были там. Да. Вот, собственно, сейчас разговор идет ровно о том же. То есть получается, что самим фактом своего выхода на сцену я имею доступ достаточно простой к измененному состоянию сознания, и те переживания, которые со мной произойдут, те мысли, которые я подумаю, те выводы, которые я сделаю, там какие-то озарения, инсайты, которые произойдут, они с вероятностью, с достаточно большой вероятностью, они будут влиять на всю мою дальнейшую жизнь. Согласны? И вот здесь, собственно, это та самая идея, которую я хочу более подробно сегодня развернуть. То есть этот опыт и этот способ перепрограммирования себя. Каким образом это происходит? Я сейчас на протяжении последних пары месяцев, даже больше трех месяцев, приходил в качестве такого, ну, приглашенного гостя, приглашенного эксперта на проект одной моей подруги, психолога Ирины Гросс, под названием «Сцена». Вот, может быть, слышали, есть люди, кто слышал про этот проект? Да? Ага. Вот, и я расскажу два слова, что это за проект. Туда приходят люди совершенно разных профессий, психологи, маркетологи, бухгалтеры, юристы, вообще совершенно разные люди, безработные, домохозяйки. И рассказывают истории. Они рассказывают истории из своей жизни, они делятся. И поскольку Ирка моя подруга, и она психолог, самотерапевт, то изначально этот проект возник как терапевтический. То есть я пришел, поделился какой-то своей болью, поделился выводами, которые у меня в связи с этим возникли, и мне стало легче. Но постепенно я стал, и я сейчас вижу, как это происходит, проект начинает постепенно выходить на новый уровень, начинают привлекаться дополнительные средства, начинают больше приходить людей. И естественным образом возникает очень интересный момент. Человек оказывается перед необходимостью заботиться не только о самом содержании своей истории. Не просто поделиться своей болью или радостью, рассказать что-то для себя трепетное, важное, но и сделать это еще так, чтобы произвести на аудиторию какое-то впечатление. И вот здесь возникает очень тонкий и очень важный момент. Разница между формой и содержанием. Приходил мальчик, который рассказывал историю о том, как его мама на протяжении всего его детства давал ему понять, что она хотела девочку, а не мальчик. И он рос под влиянием вот этого постоянного прессинга от того, что я есть, а меня не хотят. Я есть, а меня не надо. А вместо меня надо девочку. И он пришел с этой историей на проект. И поскольку он приходит из раза в раз, я его люблю на третий раз, он вот делился этой историей о том, и историю назвал так, «Я больше не хочу быть дочкой для своей мамы». И возникает удивительный момент. Поскольку он уже более-менее набирает какой-то опыт, в какой-то момент, по мере того, как я все больше адаптируюсь к работе со сцены, я начинаю постепенно разодождествляться с тем человеком, который переживает то, о чем я рассказываю. Сейчас я расшифрую. То есть, я постепенно начинаю вылезать из самой истории и заботиться уже о том, а как мне ее оформить так, чтобы сделать в правильных местах паузы, чтобы сделать какие-то точные жесты, чтобы выстроить драматургию. То есть, я начинаю свою боль превращать в объект наблюдения, в какую-то форму, которую можно совершенствовать и превращать в произведение искусства. И происходит колоссальный трансформационный эффект. Я больше не есть этой эмоцией. Я больше не есть это переживание. Я, как говорил Шаляпин, я не плачу, как Иван Грозный или Борис Гуднов. Я оплакиваю своего персонажа. То есть, во мне происходит некое расслоение внимания. Я одновременно, вроде бы как, рассказываю историю. И одновременно с этим я еще забочусь о том, как мне подать ее максимально выгодным для публики образом. Как мне сделать так, чтобы она произвела максимальный эффект. Как мне сделать так, чтобы люди выводы получили какие-то важные для себя. Чтобы получилось действительно непросто. Я выплескиваю на вас свою боль. А я делюсь с вами произведением искусства. У нас происходит некий эстетический процесс. И там эффект гораздо более сильный. И вот это вот то, что как раз на сцене дает возможность... Это то, как раз, что дает возможность сцена. Взять любые свои переживания и превратить их в объект наблюдения. Разотождествиться с ними. Это то, о чем пишет Стивен Валинский. Возможно, вы знаете это имя. Человек, который написал несколько книг именно по квантовой психологии. Который взял методы квантовой физики. Взял идею наблюдателя из квантовой механики. И перевнес ее в психологию. Он говорит, если я могу наблюдать за чем-то, значит я не есть это. Если я могу наблюдать за своими мыслями, значит я не есть мои мысли. Это о чем Харельский сегодня Герман говорил. Если я могу наблюдать за своими эмоциями, значит я не есть мои эмоции. Если я могу наблюдать за своими телесными симптомами, значит я не есть мои телесные симптомы. Или как прекрасная формула Кена Вилбера, мне очень нравится она. Смотри на фильтры своего восприятия, а не сквозь них. И это то, что нам дает возможность пережить сценический опыт. Мы выходим на сцену, рассказываем историю. И мы в какой-то момент, когда мы набираем постепенно опыт, мы можем уже разлепить себя и эту самую историю. Если хотите, мы можем прямо сейчас, ну вот просто каждый сам собой, просто проделать эту операцию и посмотреть, как это происходит. Хотите? Я вас попрошу тогда сейчас, ну там по возможности, сесть с прямой спиной, отложить из рук, чтобы вам не мешали никакие предметы лишние. Сейчас такой момент публичного одиночества, то что называется. Вот сконцентрируйтесь по максимуму на себе. И вы можете вспомнить сейчас, ну какую-нибудь, может быть, не самую приятную ситуацию в жизни. Я вас прошу только, давайте вот не вспоминать самого больного. Чтобы сейчас мы тут не превращались в эту сеанс психотерапии, да. Что-то, ну вот такое, ну что-то вот было, но не очень приятно, но вот было и было. Я вас попрошу эту ситуацию вспомнить и вот прямо в нее погрузиться на некоторое время. Что там происходило, что вы делали, что вы чувствовали, что вы испытывали эмоционально, что вы чувствовали телесно. Какие вы мысли думали в этот момент? Прочувствуйте себя внутри этой истории. Вот вы часть этого сюжета, вы внутри ее находитесь. Это с вами сейчас в данную секунду происходит. И вот прямо дайте себе несколько секунд на то, чтобы зафиксировать, что да, вот эта ситуация, да, вот она вот такая происходит, вот эти люди меня окружают, или я один сам собой. Вот такие вот звуки, цвета, предметы вокруг есть. Вот оно все со мной происходит. А теперь вот прям физически откиньтесь на спинку стула и представьте, что вы сидите в первом ряду кинотеатра. И теперь вся эта история, в которой вы только что проживали, что она на экране кинотеатра происходит. И это уже не вы в этой истории, а это какой-то персонаж, он там что-то делает, куда-то идет, чем-то занимается. И вы смотрите на экран. И заметьте, что меняется в вашем отношении к происходящему. Что, скорее всего, телесные ощущения ослабевают, что, скорее всего, вы уже не чувствуете себя участником всего происходящего. Вы смотрите на это со стороны. И следующим шагом, для того, чтобы достичь еще более сильного эффекта, обратите внимание, что у экрана, на который вы смотрите, есть границы. Более того, этот экран – это кусок ткани, натянутый на задник, на который проецируются какие-то движущиеся картинки. И вот, в какой-то момент вы уже видите не то, что происходит на экране, а вы видите просто кусок тряпки, натянутый на задник. У этого экрана есть границы. И при желании, если вы очень захотите, вы вообще можете это кино выключить просто и все. И включить какой-нибудь другой. Или можно это кино ускорить в два раза, знаете, как это бывало в старых черно-белых фильмах. То есть, надо было сделать черно-белую картинку, в два раза ускорить и еще музыку подложить. Знаете, как в фильмах «Черли Чаплина»? И вот оно все там происходит. Вот с удвоенной скоростью, черно-белое кино, и вы вот наблюдаете со стороны. Отлично, кто-то засыпает начинает. Хорошо, и возвращайтесь постепенно к нам. Заметили разницу, что происходит, когда я вынимаю себя изнутри своей истории и начинаю видеть ее со стороны? Как еще можно с этим играть? Можно вот прямо на уровне воображения представить, что, например, какая-то моя эмоция, мое переживание какое-то, найти, где оно находится в теле, локализовать его, представить, какой оно формы, и дальше начать представлять, что у нее есть форма, у нее есть размер, плотность, она круглая, эта эмоция или переживание, или там оно с иголочками, оно колючее, холодное, теплое, горячее. И чем больше вы будете отправлять ваше внимание на то, какая форма у этой истории, тем меньше вас будет цеплять содержание. И в этом ровно как раз и заключается этот мощнейший эффект, который нам позволяет прочувствовать сценический опыт. Что любая история, которую я выношу на сцену, в какой-то момент, она становится объектом моего наблюдения. К сожалению, и это то, чем как раз вот меня приятно поразил проект сцены, и я для себя сформулировал, что все, на что я начинаю просто смотреть, все, за чем я наблюдаю, перестает мной управлять. И вот это, мне кажется, является колоссально важной идеей для того, о чем мы сегодня говорим. И это как раз и есть уже частично трансформационный, трансперсональный эффект, когда я выхожу за пределы своего отношения к конкретной ситуации жизни. Мне уже не кажется, что это критически важно, что на этом сошелся весь мир клином, что если там уже этого не происходит, или я вот это чувствую, то что все, и так далее, и так далее. Это уже какой-то объект, который имеет форму, цвет, размер, и я могу с этим играть дальше. Не могу, я не уйду я никак от понятия игры, от того, что, в общем, то, о чем мы говорили на круглом столе, что все, что в нашей голове происходит, это в любом случае игра ума. Просто эти игры ума можно превращать, переводить в осознанную плоскость. Итого. Если следовать далее по этой логике, то, ну так складывается, что огромное количество людей, выходя на сцену впервые в жизни, не имеют инструментов для того, чтобы просто, ну, ответить себе на вопрос, а что там со мной, собственно, произошло. То есть я выскочил, пережил, вот в таком вот состоянии за кулисы вылетел, и все. И постепенно, поскольку у нас нет, очень многих из нас, возможно, вы замечали, нету навыка доверять вообще своим ощущениям и своим переживаниям. То есть ну что-то там не произошло, ну и показалось, знаете, вот это. И в какой-то момент для меня стало очень важным дать как раз карту того, что происходит на сцене между артистом, спикером, тренером, оратором и зрительным залом, для того, чтобы человек, который только делает в этом первые шаги, он мог действительно уделить внимание тому, что происходит с моим телом, что происходит с моим вниманием, что происходит в этом взаимодействии между мной и зрительным залом, чтобы постепенно научить этим процессом, во-первых, а, управлять, и б, перенести потом эти переживания в жизнь. Потому что я думаю, что если хотя бы раз в жизни я пережил опыт управления своими эмоциями и своими переживаниями на уровне просто того, что я рассказываю какую-то очень непростую историю своей жизни, но она для меня уже объект искусства, я уже в большей степени заботюсь о том, чтобы добиться вашего сопереживания, чем расцарапывать собственные раны внутренние, то дальше я понимаю, что, послушайте, если у меня это получается на сцене, почему бы мне не использовать в жизни эту же самую технологию? И вот здесь как раз, на мой взгляд, и возникает тот самый эволюционный эффект. Естественным образом возникает вопрос, куда эволюционировать и будем вообще ходить. Чего вот так? Мы тут снимали с Германом интервью большое для моего канала Stalker TV, и там как раз мы подняли этот вопрос, он там довольно подробно рассматривается, что, ну хорошо, очень много сейчас люди говорят о личностном росте, откуда-куда растем? Что, где, какие вообще там верстовые столбы на этой дороге есть вообще? Где там начало, к чему вообще мы должны прийти? И таким образом в какой-то момент я стал, еще будучи, еще работая в театре, много наблюдать за тем, как работают наиболее успешные, на мой взгляд, спикеры, наиболее успешные, яркие, самобытные, удивительные артисты, и стал наблюдать за тем, вот как они это делают. Вот есть ли там какая-то технология, есть ли там какие-то общие принципы, которые позволяют им добиваться вот этого удивительного эффекта. А что такое удивительный эффект, вот если говорить про название, такое амбициозное «13 принципов магии», что является на сцене магией? На мой взгляд, это тот момент, когда вот пришли люди в зал, на сцене происходит какая-то иллюзия, и люди напрочь забывают просто про все свои дела, про все свои проблемы, они полностью влипают в эту иллюзию, начинают по поводу нее плакать, начинают ей сопереживать тотальный, и вообще просто у них вот происходит вот эта жизнь вся там, как сказать, что он Гекуба, что ему Гекуба, а он радает. Вот этот вот эффект мне показал, что это действительно магический эффект в каком-то смысле, и интересно, как это происходит. Потому что, на мой взгляд, это вот прям подробно и детально, я, по крайней мере, мне нигде не попал, чтобы это было описано. И я стал наблюдать за собой, за коллегами, за мастерами разного уровня. И таким образом постепенно родилась система, которую я назвал «13 принципов таки магии». И сейчас я вам постараюсь за оставшиеся мне полчасика, чуть больше, хотя бы вкратце ее развернуть. И первое, с чего я хотел бы начать... Ну, смотрите, я вам предлагаю просто в перерыве потом подойти, сделать фотографию, и вообще, как бы, у меня проблемы. Значит, первое, с чего я хотел бы начать, и эта идея, которая, ну, наверное, здесь присутствующим очевидна, но я все-таки ее повторю. На мой взгляд, во время работы на сцене первично состояние. Как вообще во многих жизненных процессах. Что-то придется стоять, а то, например, вижу, как за мериды начинают страдать, что мою морду не видно. Так вот, я очень часто, общаясь со своими потенциальными клиентами, учениками и так далее, говорю им одну и ту же фразу. Послушайте, мы можем сколько угодно заниматься прокачкой техники речи, дыхания, ставить жесты, учить вас там составлять структуру выступления и так далее, и так далее, и так далее. Вы ничем из этого не сможете воспользоваться, если в тот момент, когда вы сделаете шаг на сцену, вы будете вне ресурс. Если вот будет происходить, например, примерно, прости, пожалуйста, как зовут тебя? Коля. Коля. Вот примерно то, что Коля описывал, ну вот, например, если то, что описывал Коля, по амплитуде разогнать там в два-три раза, и предположить, что у человека нет опыта и инструментов для того, чтобы хоть что-то с этим сделать, то дальше происходит очень интересный феномен. Кстати, ну вот, может быть, опять-таки вам это знакомо, как обычно в жизни у нас разгоняется стресс. Мы попадали в какую-нибудь стрессовую ситуацию, когда вот начинаются вот это все, ладони потные, здесь мурашки. Что с нашим вниманием происходит? Оно где находится? Оно уходит в симптомы. То есть мы начинаем все свое внимание отдавать тому, что я чувствую в данный момент. А дальше происходит интересный момент. Чем больше я отдаю туда внимания, тем сильнее я начинаю это чувствовать, и чем больше я начинаю это чувствовать, тем больше внимания я туда отдаю. Правда? Таким образом, вот этот вот происходит зацикл, я полностью проваливаюсь в свои переживания, и дальше ни о каком успешном выступлении на сцене речи не идет просто. Потому что я занимаюсь собой, и тем, чтобы справиться со своими негативными переживаниями внутренними. Негативными, неприятными, скажем так. Соответственно, первое, что нужно научиться делать, это настроить для себя ресурсное состояние, получить ключи для этого. И здесь очень важный первый принцип, который я так и назвал, ты главный. В первой жизни я его прожил просто. Надо понимать, что это все не слова, которые я откуда-то списал или придумал. Это все вот оно из опыта, из живого реального сценического вылезло. Значит, дело было года 4 назад на гастроли в городе Новосибирске. Мы приехали с спектаклем «Закрой глаза и смотри». И спектакль происходил в таком большом старом кинотеатре. Бетонный советский такой старый, такой очень вот холодный кинотеатр с узкой сценой, огромным таким амфитеатром, расходящимся залом куда-то вверх. Замечали ли вы когда-нибудь, что есть вот каждое пространство, куда вы заходите, оно вам задает некие стереотипы поведения? Ну, то есть, если вы заходите в филармонию, то в филармонии принято вести себя как-то степенно прогуливаться, значит, там громко не ругаться матом ни в коем случае. Если мы приходим в клуб или там в бар, где можно там жахнуть пивка, или там играет какая-нибудь панк-группа, другое совсем. И таким образом, каждое пространство, куда мы оказываемся, оно начинает нам вот, нам задавать определенные стандарты поведения. Как мы... Это бессознательно все происходит, как правило. Значит, что происходило вот в этом кинотеатре, куда мы попали? Там было нормально. Ходить между рядами, прям в процессе всего происходящего, значит, говорить в голос, заходить, значит, с попкорном, с едой. А, что, погоди, тут еще... Я перезвоню. Вот это все прям вслух громко это происходит. Тысячный зал. Город Новосибирск прям громко вот это все. Полный разбород и шатание с начала спектакля. И мы понимаем, что, ну, сейчас надо что-то с этим срочно делать, потому что наш спектакль, у нас же на сцене как... Есть люди, которые были на закрытом глаза и смотрят хотели? То есть, на сцене там же не происходит ничего. Там стоит человек с листами бумаги, у микрофона луч света, и все. Он читает текст по бумажке. И для этого очень важно настроить вот эту вот сконцентрированную атмосферу, чтобы вот... Чтобы муха боялась пролететь, да? И я понимаю, что мне сейчас просто вот борьба предстоит. Мне сейчас предстоит просто вот воевать с этим абсолютно таким вот зрительным залом, который ведет себя вот, ну, я описал как. И я просто настраивался там, как в последний раз, как вот... Как перед боем. Я выхожу, начинаю, и потихонечку я вот эту минуту через пять после начала текст, я начинаю замечать, что вот, 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 вот оно. Потом потихонечку начинает собираться. Вот уже погасли экранчики, вот уже, значит, кашель закончился, уже никто никуда не ходит. Вот. Идеально. На десятой минуте где-то. И в этот момент я делаю неаккуратный жест рукой, у меня листы с бумагой летят на пол. Так. При этом я выхожу четвертый, а каждый, кто выходит у нас, у нас там стиль был такой. Значит, ты прочитал, листочек выкинул. Прочитал, листочек выкинул. Понимаете, да? В дополнение к этому я вам еще такую вещь скажу, у меня минус три. И я без очков. То есть, у меня минус три, я без очков. У меня под ногами ковер из абсолютно одинаковых листов с шрифтом Times New Roman 14 кегель. Их там штук 50 уже на этот момент. Вот так. То есть, вот это вот... Ха-ха, сейчас я... Вот, нет, нет, сори, нет. Косяк произошел прямо объективно, большими буквами. Ко-сяк. Значит, и в этот момент у меня в голове начали происходить просто пули, начинают пролетать... Это не мысли даже, это такие... Что, 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 что делать? Это прямо за какую-то долю секунды. И вдруг я ловлю... Это вот все, что я сейчас рассказываю, это я сильно потом... Меня... Я потом это в слова перевел. А тогда это было просто вот какой-то волной, которая меня накрыла. И волна эта... Я ее перевел на русский язык примерно так. Я не могу позволить этой ситуации себя обыграть. Потому что я 10 минут своей жизни, своей энергии, своих сил, физических, эмоциональных и так далее, потратил на то, чтобы вот этот расфокусированный, жующий, хамский зал собрать и превратить во внимательно меня слушающих. Я не могу сейчас этот эффект... Почему? Потому что... И потом уже я это сформулировал так, что кто главный в этот момент, кто рулит процессом? Не зал, нет. Потому что зрительный зал ничем вообще не управляет. Зрительный зал принес свою энергию, свое внимание, заплатил деньги. Зрители приходят для того, чтобы были получить удовольствие или пользу. Иногда это и другое. Больше ни зачем. Соответственно, мне тут просто вот подогнали много энергии, а я как единственный, осознающий этот процесс и понимающий, какой результат мне нужно получить, что я должен сделать, я несу полную ответственность за происходящее. Это моя сцена, это мой спектакль, это мой текст, это мой процесс. Я главный. И на волне, на волне просто этого переживания, этого состояния такой спортивной злости, я ее так вот назвал, я начинаю гвоздить монолог дальше наизусть. И я его договариваю наизусть, без единой запинки, срываю аплодисменты и в полном шоке сам ухожу в пыли, потому что я не учил никогда этот текст наизусть. И более того, когда спустя неделю я попытался его повторить на репетиции, ну, видать, я выучил уже, ни хрена подумал, я сбил два предложения. Потому что дело было не в этом. Дело было в состоянии, которое переломило ход процесса кардинальным образом. В этот момент я понял, как много играет состояние. Это вот ровно тот момент, когда, я не знаю, мама в состоянии эффекта, ребенка поднимает в многотонную автомобиль, потому что там ребенок под ней туда попал, под нее попал. Это то состояние, когда люди там, я не знаю, с гранатой против армии бегут, и армия разворачивается, бежит, говорю, ну его нахер. Потому что. Это вот оно самое. И я понял, что это инструмент, что это можно себя в это просто настраивать, можно себя просто напоминать об этом постоянно. И я это в какой-то момент стал просто как мантру, как, как аутотренинг, просто говорить себе об этом, что переспекты, ты главный, ты главный, ты главный. Это снимает огромное количество вопросов лишних. Что делать, как одеться, с какой скоростью говори, чего, куда, ну кому ты эти вопросы задаешь, ну это ко мне все вопросы. У меня есть какие-то цели, которые мне надо решить, мне надо, чтобы вот что-то в итоге получилось. Соответственно, я все эти вопросы задаю себе. И это дает вот ту самую хорошую такую спортивную наглость и умение управлять и способность, разрешение себе, разрешение себе управлять всем, что будет дальше происходить. И это абсолютно физическое переживание, если говорить о теме сегодняшнего круглого стола. Это прям телесная, абсолютная история. Если, опять-таки, вот я по просьбе, по просьбе кто-то из вас подходил, спрашивал по поводу этой модели итальянца Буаделла о моторных полях, то мы можем сейчас прямо это проделать друг с другом, с каждым сам собой. Вот вспомните себя. Ну давайте так, есть кто-нибудь желающий, кто хочет с собой? Собственно говоря, ты и спрашивал, да? Как тебя зовут? Аня. Сейчас мы с Аней будем здесь что-то делать, а вы на местах можете прям все то же самое проделывать с собой. Окей? А может дверь откроем, чтобы чуть-чуть где-то а давайте окна лучше, чтобы у нас просто энергия не выветривалась, внимание. Окей. Можно я тебя попрошу вспомнить какую-нибудь ситуацию в жизни, когда ты была вот максимально в энергии, в ресурсе, когда вот что-то прет, драйв, вдохновение прям. Вот знаешь, как этот, и Роберт Дауни-младший в этой, как картинку, ситуацию не помни, но помню состояние. Отлично. Я тебя прошу просто, мне даже не надо подробностей, где это было, чего и как далее, просто вот закрывай глаза и представляйся. И постарайся телом это сейчас прочувствовать. И еще интенсивнее. Вот обратите внимание, что начинает происходить с телом. Разреши себе, да, можно. Можно еще интенсивнее. Давай, давай, давай. Не сбегай. Туда, туда. Возвращайся глубже. Ну, хочется дегибаться. И скажи, пожалуйста, вот сейчас, видите, да, что микроизменения по телу пошли? Замечаешь? Заметь, пожалуйста, ты сейчас вот на уровне грудной клетки, ты чувствуешь скорее расширение или скорее сжатие? Ну, да, хочется расширение. Расширение, отлично. А ты чувствуешь скорее притяжение в сторону зрительного зала или скорее от позицию отторжения? Ну, в смысле, что я в притяжении? Вот, да. Ты скорее вперед или скорее над вперед? Ага. Отлично. Ты чувствуешь скорее активность или скорее пассивность? Активность. И последний вопрос. Чувствуешь ли ты вот где-то от шеи до таза вниз какое-то ощущение канала такое есть? Если нет, то почувствуй. Почувствуешь, что у тебя от шеи до того вниз... Ну, мне в принципе, мне кажется, по всему телу такая вот прям энергия идет и как бы немного прерывает конкретно. Отлично. Ну, вот, собственно, ты его показывала. Вот, собственно, и все. Вот это состояние, оно тебе было бы полезно для каких-нибудь выступлений. О чем ты занимаешься? Сейчас обучаюсь холочем. Отлично. Ну, вот, собственно говоря, я думаю, что вот это состояние для проведения тренингов или групповых сессий, даже индивидуальных сессий. Да? Да. Вопрос. Так. Но, допустим, ты все равно приходишь в какое-то место и твоя привычная реакция вот так зажаться в узел, завязаться, спрятаться. Даже если ты приходишь и по идее ты хочешь что-то там вот с этим делиться. И как ты думаешь, что нужно сделать вот этот момент, когда ты вот начинаешь вот это вот все? То есть, чувствовать противоположные вещи тому, что ты чувствуешь прямо сейчас? То есть, место расширения, сжатия, место аттракции, оппозицию, например, чтобы, как тебе кажется, иметь смысл сделать? И там иметь смысл, конечно, ну, вспомнить это состояние, попробовать у него войти. Как? Зарекать. Закрыть глаза, подышать. Как минимум. Можно сделать несколько глубокий вдох-выдохов. Я не знаю, заметили вы или нет, но как только Аня начала погружаться в переживания, отдыхание тут же стало глубже в несколько раз. И про это дыхание мы сейчас как раз поговорим. Спасибо. Присаживайся. Моги, да. Я хочу сказать, что слухи о нашем сложном устройстве сильно преувеличены иногда. Что идея о том, что через голову, конечно, очень можно долго и сложно. Как мы с Германом или мы ружья, что как бы, если хотите долго и сложно, можно к психоаналитику, нет проблем. 20 лет, пожалуйста. Можно поработать с телом, и это сильно быстрее, потому что тело древнее, это наш ноокортекс думает, что он как бы самый важный, самый главный. А так-то он самый молодой и бестолковый вообще всей этой структуры по сравнению с телесными там, да, и центрами, которым там миллионы лет, как бы, ну, о чем мы говорим. Отлично. Я постараюсь уложиться, насколько это возможно. И таким образом есть простые телесные ключи для того, чтобы ввести себя в ресурсное состояние. И это очень важно делать перед тем, как делать шаг на сцену. И в тот момент, когда вы проживете, я сейчас на примере одного принципа, я постараюсь вам показать, что они все связаны между собой, на самом деле, они цепляют друг друга просто вот необходимым образом. Как только я чувствую, что я в ресурсе, это мое выступление, это моя сцена, это моя ответственность, я вот иду делать то, что люблю, то, что хочу и так, как хочу, в этот момент естественным образом я начинаю разрешать себе делать это в том темпе, в том режиме, в котором мне комфортно. Ну, кстати говоря, я вообще все показываю, как это устроено с самого начала, как только мы начали, не знаю, обращать на это внимание или нет, но я, в общем, вам всю систему показываю собой все это время. Если вы помните, как только вот, когда все собирались еще, вот помните, в какой момент я рот открыл? И не раньше. То есть, пока еще все проходили, садились, общались, я сидел и терпеливо ждал, когда все закончится, все сядут, найдут себе место, берут телефон и так далее. Почему? Потому что я у себя главный, потому что это мой час, и для меня важно, чтобы аудитория была максимально сфокусирована и сконцентрирована к тому моменту, когда я скажу первое слово. Ну, потому что я лениво, я не люблю повторять много раз, чтобы потом... А, что, простите, я не услышал, а можно еще раз? Я зачем? Я подожду. И вот это разрешение себе не суетиться в самом начале, не спешить, дать себе возможность выдержать любой длины паузу, необходимую для того, чтобы собрать внимание аудитории, это тоже исходит из состояния, это тоже исходит, это цепляется из первого принципа автоматом. Кроме того, вы великолепно знаете, что суета, как это я часто своим клиентам, особенно из бизнеса, говорю, успешность с суетой не связана вообще никак. То есть, если вам кажется, что чем быстрее, тем лучше, не факт вообще. Иногда очень полезно, видите, ничего, что я пошлый анекдот расскажу ужасно, нормально? Можно? Значит, два быка стоят на горе, один молодой, другой старый. Знаете, это анекдот? И молодой старому говорит, ой, смотри, смотри, какая утёдочка, пятнистая, давай, мы быстренько сейчас, я я и обратно. А старый стоит, с травой живёт. А молодой говорит, ой, ой, чёрненькая какая. Ой, ну давай, быстренько, она туда и обратно. А этот, значит, траву живёт. Ой, говорит, я не знаю, ну давай прям быстренько. И старый говорит, успокойся, сейчас мы, медленно спустимся с горю и все стадо и это ровно тот момент вот мне я стараюсь в особенно там ученикам с вами передавать что вот выходить на сцену ровно с этим настроением вот этим игриво нагло ресурсно таким вот очень равновесным спокойным потому что это начинает автоматически транслироваться в зал а зал и это тоже замечали огромное количество людей в частности доктор геббельс которого никак нельзя считать плохим артистом так вот доктор геббельс говорил о том что женщина масса и зрительный зал конечно ведется очень по-женски в том смысле что зрительный зал как и женщина чего женщина не любит очень сильно мужчинах согласен сомнений сомнений а еще то есть женщина я подозреваю не очень любит когда мужчина не знает чего он хочет и со зрительным залом артистом то же самое зрительный зал очень не любит когда человек выходящий на сцену не знает чего он хочет а вот это знаю чего хочу и сейчас сделаю нам обоим хорошо ну в смысле залу и себе это то что транслируется это то что вот помимо сознания она вот просто начинает фонить во все стороны и это то к чему можно прийти используя все эти принципы в сцепке третий принцип дыхания это ровно то о чем мы сами поговорили только что для того чтобы получить доступ к ресурсу вообще из любого состояния очень важно во первых сделать две вещи а замедлиться для того чтобы заметить что со мной происходит и б сделать несколько глубоких вдохов выдохов не говоря о том что дыхание это вообще инструмент работы с голосом и для того чтобы хорошо подавать голос нужно владеть диафрагмальным дыханием это только поверхностный слой вообще дыхание является точкой доступа вот это вот как ключ для того чтобы вот войти в программное обеспечение собственно для того чтобы найти доступ к собственному состоянию всегда через вдох-выдох и поэтому в любой непонятной ситуации как-то говорят флотовщики на шницах лобжа и чаще и чаще а и следующий четвертый принцип о том что да я правильно понимаю что та причина по которой зал быстро стихся перед вашим выступлением она связана с первым она связана еще и стоит такой тонкий тонкой деталью абсолютно бессознательное тоже что когда на сцене вот даже на такой маленькой появляется человек это автоматически становится магнитом но дальше происходит интересная вещь обычно ж мы как привыкли шаг выходит и что-то начинает сразу фоном там как радио а мы тут заканчиваем свои дела а когда человек просто приходит садится молчит то ну вот да во первых интрига во вторых неудобно сразу это ровно что здесь происходило все это время каждый раз это работает ровно так и это прям наблюдал там десятки раз это удивительная история это просто вот и это ровно то что мне нужно и я разрешаю себе не начинать до того момента пока не убежу что люди будут готовы просто слушать а в тот момент когда мне начинает поступать внимание от вас не начинает поступать от вас же энергия и дальше я сейчас буду уже так вот в разнобой есть такой принцип который называется наездник а не лошадь я взял его из книги дорогого мастера вадима димчо где там была прямо эта фраза что артист наездника не лошадь а задача человека на сцене взять энергию зрителя пропустить через себя и работать на энергии зрительного зала не на своей проблема массовое эмоционального выгорания у коучей у тренеров у спикеров у ораторов очень часто у артистов и музыкантов возникает в тот момент когда человек на сцене начинает работать собой и на своем ресурсе и пытаться своим ресурсом зал как бы вытащить на себе и заканчивается это примерно так же как вот клуб 27 и вот эти вот люди как люди которые очень быстро садятся на стимулятор на всевозможное на алкоголь на наркотики и погибают рано потому что просто сожгли себя полностью это ровно это иллюстрация того что происходит с человеком на сцене когда он пытается вытащить эту махину зрителя и зрительного зала на себе поэтому опять-таки я никогда не нет не тащу зрительный зал на себе я делаю все время так чтобы между нами возникал танец взаимодействия чтобы я вам шаг а вы мне ответ я вам вопрос а вы мне что-то отвечаете я вам пошутил вы посмеялись или если не посмеялись я тут же что-то сделаю что-то поменяем для того чтобы в вашем отношении ваше восприятие что-то что-то тоже поменялось и я вероятно уже не успею пройтись по ним по всем я хочу суммировать сейчас главную жизнь а про воровство один из кстати говоря мы когда я брал интервью у дима бозина у артиста театра лексюка одного из величайших на взгляд ныне живущих артистов мы с ним прямо разговорили о том что способ способ расти для артиста это постоянно находить того кто вызывает в восхищении чего-нибудь у него украсть и таким образом можно находить себе своих учителей я обворовываю всех своих учителей без исключения и конечно там возникает момент какой-то момент что ты становишься похож на своего учителя я был все мы были там в театре немного димчоками первое время ничего страшного это это этап там я немножко был период когда я был немножко такой маленькой копии всех своих учителей я был похож на абсолютно зеленина был похож на кёнига на таню мужицкую буду на корейского похоже и это нормально потому что через воровство через то что начинают тырить у тех кто меня восхищает спасибо огромное то что меня привлекает я начинаю я начинаю смотреть сволочь как надо делает я начинаю брать это обрабатывать делать своим и таким образом расширять свою палитру и то что называется индивидуальный стиль это на самом деле сумма того что я наворовал потому что если мы понаблюдаем за собой вот прямо сейчас если вот есть люди которые я такой индивидуальный на кого не похож вспомни откуда взялся твоя готова взялась твоя манера одеваться твои жесты твои вот эти словечки выяснил что это от мамы а это от папы а это от особо обаятельного друга а этот учителей школе и так далее так далее так далее так далее это нормально этот вот функция обезьянничать и она в нас встроена опять-таки говорю мы очень артистичные натуры и эту артистичность свою природную имеет смысл использовать всячески вровать ну вот прямо сейчас это произошло вот если вы сейчас это не сказали то я бы уже сворачиваться пошел а поскольку вы сказали про тканский станут и я вам про него расскажу понимать что я сделал то есть все что я как безумная ткачиха то есть все что мне не прилетало из зала я вплетаю в нить своего уповествования вот а не спросила перед самым моим началом про моторные поляшки подробнее рассказала хорошо и это очень важно в этом смысле чтобы все по-живому здесь происходило на сцене потому что есть у меня было написанный текст лекции там слова слова по которому я бы жестко шел металов писан и я не отклоняюсь от внешнего плана что все было бежать ну может быть да не фаги может быть и не убежали бы может быть и не уснули бы но вот этого прям живого здесь и сейчасного взаимодействия не происходило бы а мне кажется что у эффектом магии возникает ровно в тот момент когда это все время вот здесь вот она только сейчас вот только так и вообще никогда она больше так не будет как сейчас и вот в этом смысле вот это ощущение жизни которую я пропускаешь через себя прямо вот здесь стоя это как раз то что опять-таки дает возможность сцена прожить и все-таки выходя уже финал я хочу сказать что этот опыт почему я начал с того что опыт сцена трансформационный почему потому что если я хотя бы раз в жизни прожил эти 13 принципов на сцене то мне очень сложно их потом развидеть потому что это было такое мощное состояние измененного измененное состояние сознания которое мне захочется потом проживать в других контекстах жизни мне захочется быть главным у себя на работе в отношениях в отношениях самим собой мне захочется чувствовать жизнь на кончиках пальцев максимально интенсивно в любой момент чем бы я не занимался и тогда я буду все время возвращаться воспоминания там как это здесь было как это здесь было и самое главное что эти 13 принципов они дают возможность действительно выйти за пределы своего представления о себе потому что когда ты стоишь на сцене вопроса наездники они лошади когда ты действительно через тебя проходит колоссальное количество энергии людей которые тебя в этот момент смотрят и тебе сопереживают и с тобой это все живут то там действительно возникает вот этот эффект расширения и на уровне физики и на уровне ментальном и на уровне эмоциональном и ты не совсем своем физическом теле в этот момент находишься ты кто-то еще и там мы можем погружаться в архетипическую психологию там есть прекрасная идея аватара когда я нечто большее чем я я какая-то сущность другого уровня другого масштаба которая потому что если бы я не был этой сущностью то я бы не смог через себя это количество энергии пропустить и вот сейчас то много вас здесь там 100 с небольшим я полагаю да может быть может чуть меньше а когда это тысячи когда это тысячи человек то как сделать так чтобы тебя не порвало как как дешевый шланг стенки этого шланга нужно накачивать и тогда ты должен быть не собой потому что у меня у андрюша ланда тридцати трех годиков есть огромное количество загонов комплексов там неуверенности каких-то и так далее так далее так далее если это все сюда вниз я не смогу добиться этого эффекта мне нужно андрюшу ланда оставить там мне нужно вывести сюда какого-то другого персонажа какую-то другую сущность которая сможет это колесо взаимодействие запустить а дальше повтор 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 и потом и я не смогу это разведить я захочу потом жить также я захочу потом чувствовать то же самое в других жизненных контекстах и значит тогда я буду брать эту систему и прикладывать ее к контексту бизнеса контексту отношений контексту секса контексту дружбы контексту медитации чего угодно и в этот момент как раз начнется тот самый крутанется опять колесо эволюционного эффекта на территории моей собственной жизни я начну воспринимать уже немножко иначе и это собственно говоря то чем вот не хотелось сегодня с вами поделиться я очень желаю вам поверить то что действительно каждый из вас творец большой бутылки и все ресурсы и все богатства нашего ума они их уже достаточно для того чтобы качественно на собственную жизнь изменить как я уже говорил на круглом столе этого будет достаточно для того чтобы потихонечку и непосредственный ареал вашего обитания начал меняться потому что если вы хотите спросить меня чтобы не правят часто слышу это ворота к харизма я убежден что харизме невозможно научить и научиться невозможно потому что харизма это как электричество это следствие это эффект эффект от того что человек занят любимым делом посвящает ему максимум своего внимания делает его с удовольствием и это естественным образом начинает просто транслироваться и фонить в огне и начинают приходить люди и спрашивать а как ты это делаешь а а может у тебя секрет какой-нибудь а расскажи а поделись и так это начинает постепенно расширяться 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 расшириться так что харизма это вообще который возникает как следствие от того чтобы просто все правильно в своей жизни делать наверное это все что я хотел сказать и у меня есть там пару минут на вопрос ответить да конечно значит 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 ну в сетях есть фейсбуке в инстаграме значит я дописываю книжку я надеюсь что вы видимо это будет прямо этой волшебным пендерем что я наконец-то это писал есть двухдневный тренинг который я провожу периодически по запросу но в основном почему-то но про любые свои события я пишу в инстаграме и фейсбуке всегда всегда андрей ланд просто в друзьях у германа и есть его владимир майка значит нет на система будет книги описано вся я постараюсь ее дописать максимально оперативно это сейчас у меня такой пинок волшебный пендель прилетел я постараюсь это сделать максимально быстро вот что касается там каких-то мероприятий мастер-классы открыт предложение по это андрей расскажи о тренинг который вас герман скоро будет давать а с германом но это совсем немножко другая тема это как раз работая ну скажем так для того чтобы вообще вот это все стало возможным но это возможно для личности целостной которая более-менее дружит с разными своими проявлениями в том числе с синевыми мы с германом борисовичем сделали тренинг которого я сам пока ужасно боюсь но я уже вот туда как бы активно и ну я так как бы в предвкушении его нахожусь он называется свобода и маски мы будем два дня работать с нашими теневыми темными состояниями интегрировать и собирать это воедино потому что я убежден в том что по-настоящему интересной маска быть не может потому что она законченная она ограниченная и она ну вы же наверняка знаете вы встречали людей масок и вы понимаете что это не не то чтобы да а целостная личность становится в тот момент когда принимает себя полностью когда знает свою темную сторону когда знает самые свои отвратительные омерзительные непривычные ужасные и прочие появления стыдные абсолютно верно да и и умеет добывать оттуда ресурс и я как человек который которого в гитисе заклеймили значит отрицательное обаяние есть такой термин в профессии что вот у этого отрицательное обаяние я играю мерзавцев вообще всю свою жизнь и получает эту колоссальное удовольствие я понимаю что такое какой колоссальный ресурс есть в том когда ты можешь действительно выгуливать свою темную сторону я очень сочувствую людям у которой так возможности нет куда же они это все делаю да потому что держать это в себе довольно сложно вот как никак не что называется вот когда и это 23 24 ноября опять-таки я в инстаграме есть ссылка на сайт 10 10 октября у нас будет вебинар с германа мы будем онлайн рассказывать о том почему вы сейчас мы будем говорить о том каким образом вообще можно картографировать и каким образом можно наметить свое собственное развитие и как мне понять куда мне идти потому что огромное количество людей бегать тренинга на тренинг абсолютно вне системы не понимая и не зная чё зачем куда и и превращается в психотуристов что называется людей которые ходят за эмоциями просто за переживаниями не получая при этом ничего кардинально с собой не меняя вот 10 октября будет вебинар в ноябре 23 24 числа будет тренинг поэтому в общем добро пожаловать приходите все в инстаграме в инстаграме фейсбуке да все это я пишу большое спасибо всем на этом конец здесь у нас и статья откройте пожалуйста окна и кто хочет поветритесь